Жестокое обращение с животными заподозрили местные жители. Они же обратились в полицию и прокуратуру. Люди пожаловались, что животные имеют изможденный вид и все время кричат. Сегодня с проверкой прибыли представители полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора, а также представители ветеринарной службы. Передвижной зоопарк работает в Нефтегорске второй месяц. Документы на животных, паспорта и ветеринарные справки сотрудники зоопарка показывают на месте. Но общаться на камеру не желают. Зоопарк принадлежит частному предпринимателю. Здесь 16 зверей. Бурые медведи, рысь, канадские волки, енотовидные собаки, пони, кролики. Есть экзотические – львица и тигр. Сотрудники зоопарка утверждают – паника в интернете надуманная. Животных кормят хорошо – мясом и комбикормом. Клетки чистят регулярно и все правила передвижных зоопарков соблюдают. Не надо меня снимать. Что ты меня снимаешь? Ну как вот часто вы кормите мясо? Мы покупаем коровки. Внешне звери выглядят здоровыми. Животных осматривают ветеринары. Нареканий нет. По первым итогам прокуратура нарушений в работе зоопарка не нашла. На сегодняшний момент общий вывод специалистов, участвовавших в проверке, что угрозы жизни, здоровью этих животных или распространения каких-то инфекционных или иных заболеваний в результате их нахождения в зоопарке не выявлено. Кормление животных осуществляется, уход за ними осуществляется. В ближайшее время прокуратура проверит документы на размещение передвижного зоопарка именно в этом месте, вблизи жилых домов. Также необходимо получить заключение специалистов из ветеринарной службы о состоянии здоровья животных. Мы будем следить за развитием темы. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.